привет друзья с вами виктория я рада вас видеть на своем канале сегодня я вам предлагаю рецепт ганаш ганаш из белого шоколада таким ганашем очень хорошо покрывать тортики выравнивать тортики выравнивать их под мастику или просто и украшать готовится все легко и просто оставляю вас видео если видео вам понравится не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал для приготовления крема мне понадобилось 300 грамм белого шоколада 300 грамм сливок и 150 грамм сливочного масла сливки должны быть минимум 30 процентной жирности сливочное масло нам нужно растопить в микроволновой печи для начала ставлю разогреваться в небольшую емкость сливки мне их нужно довести до 80 90 градусов но не доводить до закипания ну вот я вижу что пойдет процесс закипания и выключаю значит уже сливки достаточно нагрелись и буду добавлять сюда шоколад сливкам добавляю белый шоколад немного перемешиваю и закрываю крышкой оставляю на одну минуту сливки с шоколадом будут перебивать погружным блендером и сейчас я буду наливать сюда растопленное сливочное масло сливки с шоколадом и растопленное сливочное масло должны быть примерно одной и той же температуры и тоже немного все перебивают теперь крем нам нужно немного остудить и отправляем его на недолго в холодильник потом будем его сбивать миксером до загустения крем у меня пробыл в холодильнике не очень долго минут двадцать и сейчас я его буду взбивать взбивать нужно до консистенции густой сметаны крем убираю на 10 минут в холодильник и потом буду выравнивать этим кремом торт ганаш из белого шоколада отлично подходит для покрытия тортов и для его выравнивания этот крем делает поверхность торта идеально гладкой на нем можно рисовать покрывать велюром или украшать белково-заварным кремом также его можно окрашивать в любые цвета с помощью жирорастворимых красителей и можно им украшать торт если крем стал немного мягким то его можно убрать на недолго в холодильник им затем достать и нанести еще один слой или украсить тортик зависимости то что вам нужно сделать данного количества крема хватает для выравнивания торта диаметром 18 сантиметров и высотой 15 сантиметров если такого количества крема вам не нужно то вы можете сделать половину из данного количества крема я использую ганаш из белого шоколада для того чтобы покрыть тортик под мастику он очень хорошо подходит для покрытия под мастику. И также, когда у меня остается немного крема, я украшаю им тортики. Вот как сейчас. Сейчас я вам покажу. Это очень просто. С помощью любой насадки можно украсить тортики даже вот такими вот незатейливыми пимпочками. Или если у вас есть другие насадки, то сделать это другими насадками. Надеюсь, этот рецепт вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите меня. Хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!